Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Могли заменить. Ну, в общем, ЦСКА тогда проиграл, и потом вышли газеты с проклятиями в адрес арбитра. Слушай, знаешь, уникальность этого заключается в том, что, похоже, это тоже был мой самый первый матч ЦСКА. Серьезно? Да. Ну, и по факту, давай назовем так, битва столицы у нас сегодня в том числе. И сейчас я буду тебе давать некие факты, вообще, отвлеченные. Твоя задача сказать, речь идет о Москве или о Казани? Ну, давай. Давай? Погнали. Итак, в этом городе проживает примерно столько же человек, сколько во всей Эстонии. В... Кстати, друзья, пишите в комментариях, подсказывайте. Это подстава, конечно. Так, так, так. Ну, давай подумаем. Да нифига нет, но мне кажется, у меня в Эстонии нет 20 миллионов человек. Давай в Казани. В Казани. Это абсолютно правильно, где-то 1,3 миллиона, речь идет об этом числе. В этом городе родилась жена Сальвадора Дали. Гала. Гала. Я понимаю, что Гала, это позорно. Елена Дьяконова. Это позорно. Елена Ивановна, по-моему. Давай в Москве. Давай в Москве. Это стыдно. Не, она из Казани. Тоже Казани. Это стыдно. Это стыдно. Вишь, у нас еще эфир и просвещает. Но в Казани родился и вырос Василий Аксенов. Если у тебя есть такой вопрос, то, пожалуйста. Теперь у нас новые гости. И это девушки из женского футбольного клуба ЦСКА. Марина Кисканин, Елизавета Щербаковья и Дарья Яковлева. Привет. Здрасте. Всем привет. Ну, как ощущения? Расскажите, когда поднимаешь над головой кубок. Ну, не передать эти ощущения. Для меня это был первый раз. И мне кажется, сколько уже прошло? Неделя? Но до сих пор это не проходит. Это хочется каждый раз пересматривать, пересматривать этот момент. Как будто хочется застыть в нем и все. Ну, а у вас как ощущения? У меня тоже такие... Возможно, осознание пришло чуть позже, потому что после игры ты все равно немножко выхолощен после... Ну, так как ты в игре очень много сил потратил. А уже после игры сейчас я, допустим, смотрю наш влог и просто у меня мурашки по коже, честно, до сих пор. Ну, чуть ли не до слез. Марина, у тебя... Поддерживаю. Ну, на самом деле, вы скромничаете, потому что я-то к краешкам глаза туда поглядываю. Вы его принесли, покажите нам эту красоту. Друзья, давайте порадуемся. Девчонок, вот он, кубок России. Вот он. Ну, девушек, в руках ставьте сюда. Только не ломать. Можно затронуться вообще. Конечно. Оп, молодцы. Вот мы. Где вы? Ну, тут все. Вот, действующий. А потом сюда перекочивает. И снова останется здесь и сюда перекочивает. Да, и потом в последующий раз будут передавать этот кубок другому победителю, если он будет, ну, скорее всего, нам. Останется у вас. Да. Я говорю, что просто здесь добавится. Друзья, о чем мы говорим? Здесь табличка действующего чемпиона, а здесь таблички предыдущих чемпионов. И поэтому мы говорим, что останется действующий, и вот здесь появится предыдущий, который будет тоже ЦСКА. Ну, вот здорово. Есть материальчик такой, который облетел весь интернет. Я думаю, вы догадываетесь, о чем идет речь. Это ваше чемпионское джакузи, где вы всей командой, вот, с шампанским. Кто был инициатором этой фотографии? Давайте так, чье джакузи? Начнем с этого. Так мы приехали на Газпром-арену первый раз в жизни. Мы когда увидели там джакузи, мы такие, мы отсюда больше не уедем. И обязательно должны там побывать. Я не знаю, никто даже не предлагал, мы просто все сразу туда ломанулись, и все, это было как-то... Все как в тумане. Да, да, да. Кто сегодня победит, какой будет счет. Я, наверное, знаю, кто сегодня победит, кому вы скажете. Ну, как вы думаете? Казань. Какой счет будет быть? Ты чего? Все, снимайте джерс. Ну, ЦСКА, конечно, но счет... 1-0, мы же футбольная команда. Да, да. Ну, я просто поспрашивала перед игрой, Казань вообще, ну, просто я как бы за Казань именно униксом не слежу, и вообще как сильные они, не сильные. Посмотрите, сейчас это две первых команды, которые идут без поражения, и по 8 матчей они выиграли. Да, и вот об этом сказали, и мне кажется, будет счет, ну, 68-66. 68-66, то есть сегодня команда будет играть от обороны, да, другими словами. Итак, принято. Это общее решение, либо есть другие? Ну, нет, можно побольше, побольше мячей, да. 150-150. Нет, такого не будет. Четырех овертаймов. Ну, хотя бы до 100, до 100. До 100. Мне кажется, ЦСКА выигрывает в 6 мячей, можно так? 6, это 12 очков, либо 18, 6-3. Там как пойдет. Спасибо вам большое, девушка. Спасибо, что пришли, разбавили эту мужскую гегемонию в студии, принесли свою энергетику. Ну, и спасибо вам за приятную беседу. Еще раз все вместе мы поздравляем девчонок из женского футбольного клуба ЦСКА с победой в Кубке России. Ну, и ждем, ждем новых упоминаний на этом кубке в вашем кубке.